Мне надо было тут рассказать. Может я потом вспомню. Вот что я вспомню. Грустная история. Валерий Петрович Анышов, по работе заместитель директора зональной станции садоводства, то есть настоящий ученый, настоящий полковник, он же мой друг и он мне рассказал такую историю. Я читал его статью о председательном хозяйстве. Он вывел новый гибрид. Что-то такое. Ежа-малина. Что-то такое название примерно. А чем хорошо председательное хозяйство, этот журнал при всех его недостатках очень много научил губить деревья. Очень много. Не ведая, что творит. Но зато он практически единственный давал адреса и телефоны авторов. То есть человек написал статью, а внизу с ним можно дальше контактировать. Напишет, что-то выписан. Вот. И сейчас он взял, поторопился, написал статью, что у него новый гибрид. Вот. И даже где-то намекнул, что будет продавать саженцы. Ну, пенсия, сами знаете. Когда у нас были пенсии настоящие? Настоящие. Вот. И это. А потом пишет мне, Константин, 20 тысяч заказов пришло. Я, а это же поращивание, это же укоренение. Я засочил рукава, и как давай их это размножать? Размножил. Ну, тогда что было? Только письма. Пишу письма. Заказ готов. Там шлить монету. А в ответ тишина. Пишу письма. То есть уже тогда был энтузиаст с одной стороны, но энтузиаст такой непрочный, ненадежный. Потому что в следующий год уже люди теряли, но они теряли интерес, бешено теряли. Все эти годы садоводов становилось не больше, а меньше. Хотя должно быть наоборот. Вот. Вот. Вот это Сергей Железов, мой сын, вручает мне вот этот веник и говорит, я был в поселке Сизай. Вот. Я купил четыре саженца персика. Вот. Давай-ка мы их делаем вдвое пыль. Он совершенно не пожалел о том, что... Ну, потом оказалось, вот эти верхушки подсохшие. Вот. Выглядят они как полживые. Как-то хранили не так. Ну, 90 процентов, что они с юга. Вот. Предлагающая фотография в рекламе была из интернета. Там несколько плоских крышек красиво. Эту фотографию вижу в сороковый раз. Вот. И вот при продаже ее использовали. А здесь еще выдавились разные сорта. Вот видите, посол мира. Посол мира. 800 рублей. И еще три сорта. И все по 800. Вот. Вот. Почему тогда он купил? Во-первых, в чем зайдут, не взойдут. Во-вторых, южная. А очень просто. Вот они, питомцы. Два из них уже в этом. Теплице. Взойдут? Зайдут. В этой теплице им спокойно жить. И никогда они не замерзут, потому что здесь регулируется температура. И сквозняки с помощью 16 дверь открытая. И 16 фортеток. То, чего нет в современных теплицах, которые я называю душегубки. Вот. Вот. И вот он низ. Видите? Сильнейшая обрезка. Выживете? Увидим с вами. Еще раз говорю. Сознательный риск. По принципу, не каждый билет в лотерейный выиграет, но ты у нас не покупал лотерейный билет. Так и тут. Верхушку отдал мне. И теперь я, буквально через 2-3 дня, сейчас потепление начинается. Вот. Наконец-то. Видите, когда я делал эту снигу? 20-го. Сегодня 24-го. Фотография на снегу. Вот. И вот эти вот самые вирточки я привью на все подряд. На вишню, на сливу и на абрикос. Вот. Это сознательный риск. Просто, ну не может ни один нормальный. Содород устоять перед этим. Вот. Хотя налицо много сомнений о происхождении, о месте выращивания. Вот. Какие-то они полудохлые. Ну не мог Сергей устоять. Я его понимаю. Вот. Следующий момент. Мы с вами уже несколько раз проходили так называемое зеленое укоренение по железу. То же самое, что вы видите на фотографии. Но накрывается на первый месяц полиэтиленными бутылками. И вот что получается. То есть корни выращивают сами. Это та самая клоновая подвой. Но на кустальниках они намного безобиднее и полезнее, чем на древовидных растениях. Чем на деревьях. Это две большие разницы. Вот. И вы видели результат. Результат неплохой. Вот этот, ради этого снимка я сделал отдельный фильм. Вы его тоже видели, ребята. Не все, правда. Вот. Смысл был такой. Но я обещал кому-то из вас показать на вебинаре. А, тому, кто прислал этот снимок, я сказал, понедельник, вебинар. Вот. И еще двое-трое сказали, поучите привать. Я, наверное, и не буду больше учить. Потому что только заикнешься про 100 рублей, чтобы... Трое-пятеро пришло 100 рублей. А кому-то скажу, вот тебе камера. Поехали со мной. Вот. И я буду двумя руками работать, а не одной, как это. Вот. Как урод одна руки. Но, к сожалению, 0 рублей, 0 копеек. Поэтому я это... Работаем вот таким путем. Используя готовый материал. А готовый материал, вот он. Приходит вот такая фотография. Вот. Человек, который ее сделал. Вот. На мой взгляд, совершил большую ошибку. Так далеко отступать нельзя. А у него 15-20 сантиметров. Я говорю, как можно ближе. Как можно ближе, только пальцы сюда пролезть. Вот тут должно быть. Вот тут. Это раз. И, по-моему, я там забыл сказать в том фильме. Понимаете, сразу глаза не бросилось. Вот. Посмотрите на эту страшную рану. Вот она, видите. Теперь вы по этой ране, сюда пойдет мороз. А вот здесь прививка. Вот здесь вот. А это место будет обмерзать. Почему-то вся официальная нука считает, что это нормально. Чтобы она обмерзала. Вот. Все это считается нормальным. А я считаю, что... И вообще рану не надо было делать. Вот зачем она ее сделал? Ну, мешало бы. Но я посмотрел. Прививку хочет делать тут справа. Ну и делать. Рану-то за что? Дерево я зачем искалечил? Мало того, что прививка теперь будет хуже. Здесь будет подмерзание. Но ведь эта рана, она размером с диаметром ветки. Как дальше снораться будет? А если это только начало дерева? Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. А если это только начало дерева? Вот. И она только отсюда начнется. Судя по тому, если он стоит на ногах, то этого Санжеса всего второй год. Не нравится мне все это. Не нравится. Меня попросили прокомментировать. Все нормально 15-20. В ходе нет, ненормально. За моей этой самой. Стоит. Ой, какой это. Хлоп.